Приветствую тебя, уважаемый подписчик моего канала. Сегодня мы на природу не выдвигаемся, но сделаем очень интересный обзор пауэрбанка. Точнее бокса, который можно заказать на сайте Алиэкспресс и вставить в него литий-ионные аккумуляторы. Сейчас об этом устройстве я вам расскажу поподробнее. Не доверяя пауэрбанкам, в которых навечно встроены аккумуляторы, я решил приобрести вот такой бокс для аккумуляторов. Он же является зарядным устройством и при наличии аккумуляторов внутри его пауэрбанком. Итак, основные заявленные технические характеристики устройства. Тип аккумуляторов лития-ионные 18650 можно вытащить из батареи питания от ноутбука. Они абсолютно идентичны и подойдут в это устройство. Входные характеристики напряжения 5 вольт, ток до 2 ампер. Первый выход напряжения 5 вольт, ток до 1 ампера. Второй выход напряжения 5 вольт, ток до 2 ампер. Рабочая температура от 20 до 50 градусов. При пониженной температуре физические свойства аккумуляторов могут меняться и аккумуляторы будут отдавать намного меньше своей емкости. На задней стороне прибора кнопка включения и выключения. Два USB выхода и один microUSB вход. На крышке бокса два треугольничка, показывающие, что на них можно немного надавить и сдвинуть крышку назад, чтобы получить доступ к отсеку для аккумуляторов. У меня это получилось не с первого раза. Для включения пауэрбанка нужно нажать кнопку питания и удерживать ее нажатой примерно 2-3 секунды. В результате экран загорится зеленым цветом и на нем будет индицироваться текущее состояние устройства. Сначала появится приветственная надпись Power On. Прибор поддерживает горячую замену аккумуляторов. Можно вытащить до трех штук, но тогда одному аккумулятору будет тяжело нести на себе ответственность за зарядку устройств, ведь он только на 3,7 вольта, а на выходе пауэрбанка напряжение поднимается до 5, потому заряжайте устройство с полным комплектом батарей в отсеке пауэрбанка. Пауэрбанк сам включается при подключении нагрузки, нет надобности удерживать кнопку включения питания и сам отключается через несколько секунд, если на его выходах нет нагрузки или ваше устройство зарядилось и больше не потребляет энергию от пауэрбанка. Когда производится зарядка устройств, то на экране это отображается в виде движущейся полосы, а слева от нее амперметр, показывающий силу тока, потребляемую устройством. Рядом вольтметр, который показывает общее напряжение на выходе. Давайте подключим пауэрбанк к лабораторному блоку питания, чтобы посмотреть, как он будет заряжаться. Итак, пауэрбанк начал заряжаться. Он потребляет 5 вольт и 1300 миллиампер. Друзья, будьте внимательны, когда будете заряжать пауэрбанк, особенно китайскими зарядными устройствами, они должны выдерживать около полтора ампера. И выход USB на компьютере тоже должен поддерживать такую силу тока, иначе прибор может попросту не зарядить аккумуляторы. А еще хуже, сжечь контроллер питания USB выхода на компьютере или ноутбуке. Такой прибор станет незаменимым помощником в полевых условиях, когда ну просто не отчего зарядить свои устройства. А заряжает он абсолютно все, что заряжается через USB вход. Телефон, планшет, экшн-камера, фонарик и многие другие устройства. Ну что ж, друзья, жмите лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас много полезного и интересного. Субтитры сделал DimaTorzok